Вадим Мухаметьянов не может не соревноваться. Недавно приехал с чемпионата Европы по пулевой стрельбе и снова в бой. На этот раз новая цель – пройти веревочную трассу. Вот где перецепляешься, где надо каждую ногу засовывать в отдельное колечко. Очень много сил затрачивается и надо прям с техникой подходить к этому. Попадал тяжело в колечко и Александр Козлов. Не скрывает, было трудно. Тяжело без подготовки, конечно. Время нет на спорт. Тяжеловато. В общем, чтобы такую трассу пройти, нужно физическую подготовку нормально. Ну, хотя бы базовую, да. Не диван. В соревнованиях «Суперпапа» принимали участие и те ребята, у которых пока нет детей. Я в будущем отец. В будущем. В скором будущем. Надеюсь. В конкурсе «Суперпапа» ребятам пришлось побороться и в прямом, и в переносном смысле. Надев костюмы сумоистов, участники должны были вытолкнуть друг друга из круга. Кирилл Потапов когда-то занимался греко-римской борьбой. Поэтому представление о поединке есть. Три года. Три с половиной где-то. Есть первые места, вторые места есть. И, в общем, занятия греко-римской борьбой помогли вот сегодня, да, вам победить остальных? Да нет, особо нет. Пришлось вспомнить ребятам и армейские годы. Побегать в сапогах на размер больше, поползать по-пластунски и разобрать и собрать автомат на время. Толкали «Суперпапы» и пудовую гирю. Во время упражнения шутили и подбадривали своих друзей-соперников. Я Саше посвящаю. Он проиграл, он сошел с дистанции. Вот, поэтому я посвящаю эту победу ему. Саш, не болей. Победителем конкурса «Суперпапа» стал, как и обещал Борис Соломашенко. Будущий папа показал прекрасные результаты. И самое важное, что никто из соперников не расстроился. Дмитрий Самоленко, Денис Гимб. Новости Губкинского. И мы счастливы!